Синдром ишемии и реперфузии Синдром ишемии 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 Эксперименты, выполненные двумя независимыми методами, показали, что в условиях острой гипоксии происходит увеличение жизнеспособности клеток в присутствии фумарата натрия. В условиях клеточной культуры в присутствии антигипоксанта потеря клеток способности к поддержанию градиента ионов кальция относительно плазмолемы утрачивается только после четырех часов инкубирования. В то же время без добавок этот параметр составлял около трех часов. Как показывают эксперименты с флюоресцентным зондом, в условиях острой гипоксии в клетках происходит резкое снижение метахондриального мигранного потенциала, однако в присутствии конфумина этот процесс развивается медленнее, обеспечивающий клеткам возможность адаптироваться к изменениям. Далее мы провели эксперименты на животных. Это материал диссертационной работы. Мы взяли порядка более 400 кроликов, оценивали следующий показатель. Конечно же мы оценивали острофазовые белки. На сегодняшний день креатинин является запоздалым маркером почечной функции. Его повышение мы наблюдали через 3, может быть 4, 7 дней. Это также я покажу на своих слайдах. В качестве острофазовых белков мы взяли НГАЛ, всем известный липокалин-21С, КИМ-1, молекулы повреждения почек, ну и белок связующей жирной кислоты. И проводили анализ, ультраструктурный анализ клетки. Вот на левой части слайда петля Генли в контрольных условиях. Известно, что почка делится на несколько компартментов. И основной компартмент, который остро реагирует на тепловую ишемию, и реперфузию является канальцы. В том числе. И вот видите, что, например, петля Генли через 60 минут, да, имеется деструкция ядра, мы видим истончение базального мембрана, но мы не имеем той картины, которую, например, здесь я не представил, 90 минут ишемия и реперфузия, когда ядро полностью деструктировано, и базального мембрана практически отсутствует. А вот в правом, в правой части слайда петля Генли, это с использованием конфумина, вы видите, в принципе, да, отличается, но не сильно от контрольной группы. Сохранено ядро, плотные контакты, базальная мембрана отчетливо видна. То же самое мы видим и в почечных канальцах. Теория о том, что наиболее подвержены гипоксии, ишемии, реперфузии, почечные канальцы мы считаем не только, но и дистальные канальцы, а также собирательные трубочки. Мы видим также, что не сильно отличается даже та же самая ишемия без поддержки от, например, контрольной части. Да, имеются, еще раз говорю, участки деструкции, но они не столь выражены, поэтому мы считаем, что ишемия в 60 минут – это тот предел, когда можно говорить о теории точки невозврата. Ну, то же самое мы можем наблюдать и на микрофотографии электронной собирательной трубочки. Гистопатологические изменения через 1 час в проксимальных канальцах корков слоя почки. Мы видим, что в условиях конфумина все-таки имеется минимальная повреждающая составляющая через 30 минут, 60 минут. Ну и, конечно же, клинические исследования. Мы исследовали более 300 пациентов, возраст достаточно широкий диапазон. Оперировали пациентов в стадии Т1, Т2. Также определяли и те же острые фазовые белки, ну и ишемии до 15-15-30 и от 30 минут. Ну, сегодня мы выполняем резекции, вне зависимости от размеров. Конечно же, ишемии там порядка 25 минут у нас – это очень такая большая редкость. То есть, если опухоль расположена, так скажем, сложность расположения, то тогда ишемия может достигать 25 минут. А так, в среднем у нас 16-17 минут. Ну, здесь я привожу динамику изменения острых фазовых белков. И вы видите, что энгал в тысячи раз повышается в течение 2-4 часов. То же самое мы наблюдаем и на примере цистатина С, ким-1 сывороткой крови. А вот уровень креатинина, если вы обратите внимание, мы стали наблюдать незначительное повышение на порядка третьей сутки. И можно сказать следующее, что если креатинин начинает повышаться, то это говорит уже о необратимой гибели почечной паренхимы, то бишь клубочков. Далее, совместно с коллегами из города Орла, отдела биофотоники, мы провели исследование интероперационной ишемии почки, то бишь хирург оперирует и онлайн хотелось бы понимать, когда нужно, что называется, остановить ишемию и восстановить кровоток. То бишь, когда же все-таки точка невозврата онлайн. Анализ результатов нефропротекторной активности фумарата натрия при лапароскопической резекции почки с тепловой ишемии, оцениваемый по параметрам времени жизни аутофлюоресценции в сопоставлении с моделью гипоксии и с применением химического связывания кислорода в клеточной культуре для оптимизации оперативного хирургического вмешательства. Чего же мы хотели достичь? Создать оперативную обратную связь, оптимизировать время интероперационной ишемии с потенциальным расширением объема оперативного вмешательства, снизить уровень отдаленных послеоперационных осложнений и исследовать влияние препарата фумарата натрия. Это измерительная система, которую создали коллеги из города Орла. Она нам позволяла характеризовать связанные и несвязанные с белком НАДАЖ, никотиномид ди-нуклеотид, который является одним из, в скобочках, свидетелем и виновником развития необратимой гибели в клетке, оценить ткневую сатурацию крови кислорода в той же локализации, ну и, возможно, проводить измерения через канал забора биопсии ЧИБАТАИБ-21. Оптические волокна зонда совместимы с иглами забора биопсии. Оптический зонт страивался непосредственно в саму иглу. Исследование проводилось пациентам, которым выполнялось органосохраняющее оперативное вмешательство под лапароскопическим контролем, подводили оптический зонт к зоне интереса, а зонт удерживали в неподвижном состоянии для максимального контакта рабочей части с тканью. Регистрировали 10-15 сигналов затухания флюоресценции на длине волны возбуждений 375 нанометров с фильтрацией эмиссии флюоресценции в полосе 445 нанометров плюс-минус 15-30 нанометров. Тканевая сатурация ренальной паренхима значительно снижается к концу проведения операции и восстанавливается через 10 минут после реперфузии. Спекторальные временные характеристики флюоресценции ренальной паренхима в двух группах, а именно доля флюоресценции свободовы на ДАШ, это рисунки BD, и время жизни флюоресценции долгоживущей компоненты C и E. В группе без фармакологической нефропротекции наблюдалось увеличение данных параметров во время ишемии. Введение конфумина позволило стабилизировать метаболическое состояние паренхимы на весь период тепловой ишемии. Данное исследование в клеточной линии почек подтверждает антигипоксические свойства фумарата натрия. Клиникоэкспериментальные исследования фумарата позволили расширить область применения, так называемая репозология для профилактики ишемических реперфизионных изменений ткани почки. Анализ FAD-NAT-H подтверждает тот факт, что фумарат в условиях гипоксии может обеспечить его существенное защитное действие. Фармакопрофилактика реперфизионного повреждения нефронов путем инфузии фумарата натрия увеличивает время точки невозврата с 20-30 минут до порядка часа почти вдвое тепловой ишемии, позволяющей повысить качество органосохраняющего хирургического лечения рака почки. Спасибо.